Это треугольная коробировка, сердце подорожило эту форму, здесь есть пивотальные проборы, здесь есть вращение, здесь есть элевация, здесь есть плоскости, которые надо контролировать, сейчас будем все это вспоминать и контролировать это все сразу, хорошо, значит треугольная коробировка, задача треугольной коробировки, направить кривую линию вовнутрь, так же как у любого другого дизайна и развернуть волосы в объем в районе окси потолкости, вот в этом месте, дизайн этот может строиться как в квадратной, так и в треугольной геометрии, круглой не делается, почему, вы уже сами знаете, Круглая геометрия, почему здесь не может быть, геометрия будет конфликтовать, здесь идет у нас треугольник, динамика вперед, а круг дает динамику назад, и вот в этом месте форма останавливается, Круглая линия в этом дизайне может быть только в комбинации с круглыми слоями, об этом я вам немножко расскажу завтра, просто имейте ввиду, такое возможно, нет слова нет, можно, но в комбинации. Настроение дизайна будет начинаться с нахождения естественного пробора, или пробора, на который носит клиент, на диаграмме он находится сбоку, мы с вами оставим по центру. Центральный пробор более простой в исполнении, боковой более сложный. Находим центральный пробор, помните, как он находится, за ушными раковыми и по центру, центральный пробор, и на диаграмме черным цветом изображены два основных пробора по наклону скулы. В каком месте они должны располагаться, как их найти? От вертикального сечения, вы уже приблизительно знаете, где оно находится, да, где? За ушной раковиной, за ухом. До края роста волос находим центр, да, и оксипитал кост на манекене находится чуть ниже центра, чуть ниже, да, вот здесь будет находиться два разделения, он, наклон и скулы, с одной и с другой стороны. Понятно. Вертикальное сечение, край роста волос, центр чуть ниже от центра, вот таким образом. Проборы будут исходить из одной точки пивотального вращения, в левую сторону и в противоположную. На внешней части формы мы будем вырезать прямоугольник. Помните, да? Что этот угол наклона вам напоминает? Наклон скулы, только вертикали. Тот же самый наклон мы вчера делали, да, в круглых слоях, на среднюю длину. Теперь этот наклон спускается ниже горизонтального сечения. Тот же самый ориентир. Если положить расческу на край роста волос и оксипитал кости, да, то есть это вот такой наклон, вот он, да, это и будет ориентиром к срезу. Если кость очень выпуклая, утрированная, да, как на манекене, как на диаграмме, значит, что мы делаем? Будем мы отображать вот такой наклон костной структуры? Не будем, да, мы будем строить как дизайнеры в правильной пропорции, как художники. Отлично. После того, как мы построили первый контрольный прядь, прямоугольник, вот этот прямоугольник, с помощью пивотальных проборов мы будем вращать вот таким образом до основного пробора с одной стороны. И вращение будет также происходить к предыдущей, да? К предыдущей. То есть мы вот этот срез, да, вы уже в голове нарисовали его, будем накладывать на предыдущий силуэт. На предыдущую контрольную, да? Следующий на предыдущую контрольную. Следующий на выкройку, на предыдущую контрольную. Не эту контрольную подтягивать наверх, а к ней, да, каждый раз накладывая на выкройку. То же самое с противоположной стороны. После того, как мы построим с вами плоскости две, вот одна, да, вот эта выкройка, видите прямоугольник, и вторая, все последующие проборы по наклону скулы до естественного пробора мы будем просто уже накладывать на ту выкройку, которую построили, да, продолжая элеваться. Вот таким образом. Если посмотреть сейчас на схему, то красная стрелка показывает, что элевация идет в одну точку, да? Что произойдет, если мы будем все в одну точку направлять? Скопление веса. Да, будет большое скопление веса. Диаграмма условно, да? Элевация у нас будет продолжаться, то есть как выбрали мы элевацию чуть ниже 90 градусов, так она у нас будет здесь продолжаться, да, невысоко, так, чтобы не было здесь тяжелого веса. То есть элевация не останавливается, она постепенно, мягко продолжается. Хорошо, давайте построим этот дизайн. Я сейчас покажу одну сторону, и затем мы приступим. Вот этот дизайн строится в одном диапазоне длин. Это от края роста волос и до линии челюсти. Вот таким образом. Ниже он уже не сработает. Вес будет провисать, да? Запомните просто этот диапазон. От края роста волос и до линии челюсти. Важно, чтобы вы видели свои проборы. Что поможет вам видеть проборы? Волосы, которые вы направляете по направлению к лицу. Если здесь будут у вас прически ваши, вчерашние, то вы будете сбиваться. Учитесь видеть параллельность проборов сразу. Это вам поможет правильно строить плоскость на развернутой форме. Если будут проборы постоянно меняться, у вас будет плоскость туда-сюда двигаться. Вы знаете, что плоскость находится перпендикулярно от пробора. Если пробор смещается, плоскость смещается, учите сделать правильно параллельный пробор. Теперь два праллельных пробора. Позиция тела должна быть четко напротив перпендикуляра. Видно? От пробора. Как я должна положить срез? То есть позиция тела напротив развернутой формы. Вот она. Увидели? Так же, как на диаграмме. Я стою напротив одной плоскости. Теперь беру центральный пивотальный пробор. И мне нужно положить срез. Смотрите, неудобно накладывать срез. Мне хочется посмотреть, что здесь происходит. Для этого мне приходится наклоняться. Значит, какое-то должно быть действие, которое поможет мне проконтролировать. Поднимаем голову, неудобно наклоняем голову вбоку. Мы просто наклоняем голову вбоку. Я говорю. Теперь. И к чему мы не можем ее поднять? Теперь. Сейчас. Пойдем. Крадировка на каком уровне строится? Форма. На уровне живота. Если голова поднимается, смотрите, что происходит. Техника градуировки. Посмотрите сейчас. Теперь мне удобно. Да? Смотрите. Я вижу срез. Но по-прежнему что-то не так с корпусом. Хочется еще повернуться. Я просто остаюсь в этой плоскости, но разворачиваю корпус. Видно? Вы стоите перпендикулярно к корпусу. Вы стоите параллельно. Смотрите. Развернутая форма. Здесь. Правильно? Я ставлю перпендикулярно пробору к развернутой форме. Помните, это важно. Теперь. Мне нужно увидеть этот срез. Я его вижу, но пальцы могут развернуться правильно с такой позиции. Мне нужно это контролировать. Что можно проконтролировать? Смотрите. Я просто остаюсь в этой же плоскости. Да? Ноги остаются так, но я поворачиваю корпус. Видите? Я просто повернулась к срезу. И теперь мои пальцы наклоняются в прямоугольник. Я не разверну плоскость сюда с такой позиции. Волосы опустятся вниз. Теперь ответ на ваш вопрос. Что произойдет, если голова будет выше? Мне будет неудобно смотреть. Что же происходит? Напряжение в теле появляется. У нас что должно быть? Полное расслабление в теле. Вы просто должны стоять и наблюдать за своей работой. Уже достаточно того, чтобы вы целый день стоите на ногах. Теперь. Элевация в коридоровке какая? Так 90, да? Так чуть ниже 90. И накладываем срез. Расческа как линейка. Смотрите, я сразу же расческу веду параллельно по наклону скулы. Да? Вчера вспоминайте свои ошибки. Пальцы с расческой в унисон двигаются. Видите? Синхронно. Что я вырезаю? Прямоугольник. Прямоугольник. Что мы можем сейчас видеть? Вот этот силуэт выстраивается, но он еще немного слабый. Да? Провисает. Можно, значит, еще ближе к голове подойти. Правильно? Да. Прежде чем положить срез, положите его чуть дальше от того места, где вы думаете. Не нужно сразу же выпить о том. Уже невозможно ничего сделать. Это возможно, конечно, но не то, что вы хотели. Идем со срезом ближе. Прямоугольник. Вот ваша задача вырезать прямоугольник. Опускаю вниз. Да, и смотрю уже за силуэтом. Если я вижу, что силуэт начинает вписываться в костную структуру, значит, срез выбран правильно. Если вот в этом месте форма вот так провисает, что значит произошло? На кладбице. Значит, срез был не плоский, а круглый. Там, где округлый срез, всегда будет отсутствовать вот эта графика. То есть в костную структуру ваш силуэт не войдет. Друзья, давайте договоримся, как гласят наши правила, выключать звук на телефонах хотя бы во время тренинга. Это очень отвлекает. Следующий пробор. Исходит из одной точки. Смотрите, позиция тела моя не меняется. Я стою там же. Напротив, да, плоскости. Теперь, у меня есть выкройка. Вот прямоугольник, видно? Да, сквозь. То есть у вас толщина проборов должна быть такая, чтобы вы видели контрольный прядь. И теперь я накладываю на выкройку. Элевация начинает подниматься. За счет чего? За счет того, что проборы вращаются и поднимаются. Да, происходит вращение. Опять. Прямоугольник. Следующий будет пробор. На него прямоугольник. Задача вырезать прямоугольник. Следующий пробор. Я направляю назад к предыдущей. Зачем я должна наблюдать? Все волосы должны лежать перпендикулярно от каждого пробора. Никто не забывает про перпендикулярно. Да? Иначе ваш прямоугольник сместится. Пальцы спускаются по наклону пробора. Не вот этого, а тот, который положил. Позиция тела напротив основного пробора. Да? Пальцы наклоняются на каждый последующий пробор. Перпендикулярно по отношению к нему. В градуировке волосы должны быть смочены равномерно, не очень сильно. Иначе вы не будете видеть вес, как распределяется. Следующий пробор. Исходит из одной точки. И я снова накладываю на эту выкройку, которая у меня была. Прямоугольник. Видно? Да. Прямоугольник вращается. Опять прямоугольник. Чтобы его увидеть, я должна направить все волосы перпендикулярно от нового пробора. И пальцы наклонить по наклону пробора. Пробор новый наклоняется. И пальцы наклоняются. Видите? Не в горизонт, а наклоняются. Следующий пробор. Расческа параллельно пробору. Пальцы параллельно пробору. Спускаются по наклону пробора. Перпендикуляр никто не отменял. Я слежу за перпендикуляром. Затем, чтобы мое тело не смещалось с развернутой формы. Да, я контролирую натяжение на прядь. И постоянно происходит вращение этого прямоугольника. Как только, посмотрите, будет смещаться корпус. Вот ваш прямоугольник. Как только вы начинаете смещаться. Я просто сейчас чуть влево иду. Видите? Смещается прямоугольник. Вы сразу смещаетесь от развернутой формы. Следите за тем, чтобы волосы были равномерно смочены. Как только волосы начинают высыхать, они начинают сваливаться на ваши проборы. И являются раздражителем. Когда возникает раздражение, наступает каос. Да? У нас все взаимосвязано. Каждое ваше действие должно быть спокойным. Просто проговаривайте про себя. Перпендикуляр направления пряди. Позиция тела не меняется. Следующий пробор. Перпендикуляр по отношению к пробору. К новому. Расческа как линейка. Пальцы спускаются по наклону пробора. Срез на две фалагмы. Прямоугольник. То есть эта длина и эта длина плоскости должна быть одинаковая. Если будете направлять в другую сторону от плоскости, смещать, будет казаться, что тут длинеет, тут ближе к голове. Плоскость надо направлять. В плоскости эти длины одинаковые. То есть получается прямоугольник. Понятно, да, что значит плоскости? В развернутой форме. И последний. Где у нас находится развернутая форма? Вот здесь, вот треугольник. И последний. Направляем перпендикуляр. Не забываем, да? Все волосы направляются перпендикулярно. Пальцы спускаются по наклону пробора. Расческа как линейка. Пальцы по наклону пробора. Прямоугольник плоскости, да? Вот она наша треугольная геометрия. Видно? Теперь опускаем вниз. И динамика волос должна быть какой? На наклоны скулы. Опускаете волосы. Никуда попало. Так? Не просто вниз. А куда? В развернутую форму. Туда, куда вы выстраивали дизайнер.